Бонни, настал твой час. Сегодня поговорим о Йорках, о непосредственно одном Йорке, который вести себя стал по-другому с появлением в семье маленького ребёнка. И поговорим о том, почему Джек Рассел лижет забор. Послушаем мнение специалистов на эту тему и поговорим про наших домашних животных, про собак. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить интересное новое видео. Все контакты наших специалистов будут указаны под этим видео. Итак, всё самое интересное про собак. Всем здравствуйте! С вами я, ваш психолог Эльвира Емельянчикова, системный семейный терапевт, сертифицированный гипнолог. И со мной у гостя в нашей студии зоопсихолог с ветеринарным образованием Анина Сергеевна. Да, здравствуйте! Я Анина Сергеевна Чепланова, зоопсихолог, специалист по коррекции поведения домашних животных. У нас есть запросы от наших подписчиков. Первый запрос. Почему Йорк стал себя вести по-другому с появлением в семье маленького ребёнка? Что можно посоветовать? Давайте посмотрим запрос и уже тогда обсудим. Здравствуйте, меня зовут Мария. У меня есть собака, ярчирский терьер. Ей 11 лет. С супругом вместе мы живём 2 года. Три месяца назад у нас появился ребёнок. После появления малышки в семье собака стала вести себя неадекватно. Стала ходить в туалет по всей квартире, в том числе на диван, ковры, вещи ребёнка. Любые воздействия на неё не помогли. Пришлось вынужденно собаку отдать родителям. Подскажите, как быть в данной ситуации. Пусть собака живёт ещё какой-то период у родителей, пока малышка не подрастёт. Либо же стоит забрать собаку домой, и есть какие-то способы воздействия на неё. Добрый день. Меня зовут Айлита. Я руководитель сервиса по выгулу и передержке собак «Прогулка дога». Отвечая на ваш вопрос, хочу отметить, что собака, скорее всего, испытывала стресс с появлением новых членов семьи. Показывая свои неудобства, она начала портить мебель. Исходя из этого, начала шкодничать, показывать свой протест в знак того, что она не согласна жить с новыми членами семьи. Это нормальная история, исходя из того, что ранее собака жила наедине с вами, и тут появились новые люди. Поэтому я рекомендую, конечно же, пока оставить собаку у родителей, дать ей время на то, чтобы она привыкла к тому, что у вас есть замечательный муж и маленький ребёнок. Ну, на мой взгляд, здесь, скорее всего, изменилось отношение к питомцу после появления ребёнка. Ребёнок, он требует достаточно много внимания, и, скорее всего, про Йорка просто забыли. Забыли, что ему тоже нужно уделять свою любовь и ласку, делиться с ним теплом. То, что они отдали сейчас, это хорошо. То есть, ну, про первую причину они не решили. Здесь я бы порекомендовала, чтобы они всё-таки забрали домой, только сделали предварительную подготовку. В чём заключается подготовка? Подготовка. Сейчас можно принести в дом родителей вещи, которыми пользуются для ребёнка. Там присыпку, допустим. Также записать плач ребёнка на диктофон на телефоне. И просто... Вместе с собакой прослушивать. Да, прослушивать вместе с собакой. То есть, мы выбираем то время, когда собака максимально спокойна, это может быть время сна, начинаем включать сначала на минимальной громкости, и на каком-то длительном расстоянии можно из другой комнаты, да, и смотрим на реакцию собаки. Если собака реагирует спокойно, мы, соответственно, это подкрепляем какой-то вкусняшкой. Чтобы у собаки вырабатывалось, что нет ничего плохого в том, что ребёнок плачет. И в дальнейшем, когда мы уже забираем его, всё общение собаки с ребёнком происходит только в присутствии взрослых. Здесь мы также говорим о том, что когда мы заберём, мы не забываем о том, что собаке тоже нужно уделять время. И стараемся по возможности... Да, понятное дело, что не получится в полной мере уделять то внимание, которое мы уделяли, но мы стараемся всё-таки не забывать об этом и играть с собакой, как минимум. Как можно чаще. Как можно чаще. Это тоже наш член семьи. Да. У нас ещё второй запрос, насколько я понимаю. Давайте его посмотрим и послушаем мнение экспертов. По этому вопросу. Да, по этому вопросу я тоже дам рекомендацию после этого. Добрый вечер. У меня такой вопрос следующий. У меня собака Джек Рассел-Карьер и у него есть такая странность. Когда гуляют во дворе, лежит забор. Весь забор по низу другого цвета, потому что он уже весь вылезал. Потом дома лежит пол и бегать за солнечными зайчиками и телетенями на улице. Может вообще полдня просидеть на колесе и ждать, когда откроется дверь, чтобы увидеть солнечный зайчик, который отражается от стекла на двери. Вот как бы был вопрос. Почему? Ну, как бы с чем это может быть связано? Всем здравствуйте. Меня зовут Анна Павловна. Я ветеринарный врач в Центре Слон. И сегодня я постараюсь ответить на ваш вопрос. Максимально просто. Не улыбляясь сильно в ветеринарию, скажем так. То, что касается нарушения пищевого поведения и извращения аппетита. Ну, первое, что приходит в голову, если мы говорим о нарушении пищевого поведения и нарушении аппетита, и первое, что выдаст вам поисковик, если вы начнете это искать, это неправильное питание. То есть, когда вы кормите собаку борщами, супами, макаронами, ей не хватает микро-макроэлементов, белка может не хватать, соответственно, когда не хватает каких-то веществ, у животного может возвращаться аппетит, и можете получить такой результат, что ваша собака будет есть фекалии, будет есть землю, траву и так далее. Но всё-таки это больше характерно для молодых животных. Растущий организм, животное молодое, и если ему чего-то не хватает, то для него это прям острого просто стоит. Но, как правило, нарушение пищевого поведения не бывает само по себе, если говорить о заболевании. Это, как правило, один из симптомов. Например, если долго неправильно кормить маленького котёночка или собачку, то, возможно, разовьётся алиментарный гиперпаратериоз, и помимо нарушения пищевого поведения, которое вы будете видеть, у вашего животного также могут размягчиться, кости из-за того, что нарушается кальций, фосфорный обмен. И, соответственно, в простонародье это называется стеклянные кости. Животное может прыгать с дивана, скрывать, ломать все ноги. В моей практике был котёнок, которого просто брали на руки, у него ломались кости. К сожалению, это возможно. И причина этого заболевания часто алиментарная, то есть из-за неправильного кормления. Также нарушение пищевого поведения может быть связано с глистной инвазией, но это должна быть довольно обильная глистная инвазия. Тоже всё-таки характерно для молодых животных, для щенков, для котят. Но мы всё-таки живём в такое время, когда и препаратов очень много, от глистов, и, как правило, люди всё-таки своих домашних животных хотя бы раз в три месяца, раз в год обрабатывают. И плюс набор препаратов у нас большой. Раньше это были только препараты для сельскохозяйственных животных. Сложно было их как-то высчитывать, что с ними делать. Либо какие-то народные методы, там тыквенные семечки, водка с яйцом и так далее. Сейчас, конечно, этого уже нету, поэтому большинство людей и животных своих обрабатывают. Возможно, не так регулярно, как это необходимо, но обрабатывают. И плюс препараты, как правило, комбинированные, действуют на большее количество гельминтов. То, что касается еды, тоже очень большой выбор промышленных кормов. И поэтому в нашей практике не очень часто встречаются нарушения пищевого поведения, связанные именно с тем, что неправильно кормят. Всё-таки промышленных кормов много, они есть по адекватной цене, они могут быть, конечно, не идеальными, но все, в принципе, неплохо сбалансированы, и поэтому, правило, такая проблема нечасто возникает. Также сейчас очень быстрыми темпами развивается ветеринарная диетология, поэтому, по сути, если вы не хотите кормить промышленным кормом, это не приговор, что вы должны только кормом кормить, а больше ничем. Обратитесь к ветеринарному диетологу, и он вам порекомендует рацион, он скажет, что сдать, какие исследования провести для вашего животного, и распишет вам адекватный рацион. Нужно понимать, что натуральный рацион – это очень хорошо, это иногда даже лучше, чем промышленные корма, но это не макароны с мясом, и не рис и гречка с рубцом и бочками, то есть это никакого отношения к адекватному натуральному рациону не имеет. В натуральный рацион входит и высококачественный белок, а и овощи, которые будут использоваться как клетчатка для вашего животного, поэтому это тоже надо иметь в виду. То, что касается именно ветеринарных проблем, есть заболевания энтеропатии, это заболевания желудочно-кишечного тракта, заболевания тонкого, толстого отдела кишечника, ну, чаще всего тонкого отдела кишечника. Бывают даже энтеропатии с потерей белка, когда животного вы можете кормить идеальной едой, это может быть супер премиум класса корма, это может быть супер хорошо рассчитанное натуральное питание. Но при этом по какой-то причине, из-за какого-то заболевания, связанное с нарушением всасывания, либо с нехваткой ферментов поджелудочной железы, у вашего животного эта еда не усваивается, и вы получаете нарушение пищевого поведения, связанное с нехваткой белка, макро-микроэлементов, при этом при идеальном кормлении. Но, как правило, этот симптом не единственный. То есть нужно иметь в виду, что при ветеринарных каких-то проблемах, проблемах со здоровьем вашего животного, есть симптомокомплекс, то есть нарушение пищевого поведения, плюс отказ от корма, потеря веса при нормальном аппетите может быть, то есть животное может хорошо есть, но при этом терять вес рвота может быть, понос может быть, нерегулярный стул может быть, запоры могут быть, запоры перемежающиеся с поносами, небольшое количество крови в кале. Вот это всё проблемы с ЖКТ, и, как правило, их несколько должно быть, симптомокомплекс должен быть. Так, чтобы нарушение пищевого поведения было одно само по себе и больше без всяких симптомов и говорила о каком-то заболевании, ну, это редкость. Если углубляться, то есть некоторые эндокринные заболевания, которые могут тоже вызывать нарушение пищевого поведения, но также это будет только одним из симптомов, то есть симптомов будет несколько. Для того, чтобы понять, что с вашим животным, конечно, нужно начать с обследования. Начните с самых простых исследований. Общий биохимический анализ крови поможет определить функциональные изменения, внутренних органов, посмотреть, есть ли анемия, как работает иммунная система относительно, хотя бы понимать, что с ней происходит. И обзор на ОЗИ внутренних органов тоже частично покажет функциональные возможности организма и их строение, то есть есть ли какие-то отклонения от нормы. Соответственно, на обзор на ОЗИ внутренних органов можно уже будет посмотреть слизистую тонкого отдела кишечника, посмотреть поджелудочное железо, есть ли в ней какие-то изменения хронические либо острые изменения. Из этого уже исходить, является ли нарушение пищевого поведения, извращение аппетита, действительно симптомом заболевания, связанное с ЖКТ. Если врач ничего не находит, то есть нет никаких изменений, то тогда следующим этапом для вас будет обращение уже к узкому специалисту, это будет зоопсихолог. Потому что наши животные тоже подвержены стрессам, подвержены каким-то паническим явлениям, тревожности, поэтому у собак даже есть заболевания, схожие с ОКР у людей. Поэтому, скорее всего, в вашем случае, по вашему вопросу, если анализы хорошие, то ваш специалист – это зоопсихолог, потому что собаке либо скучно, либо очень тревожно, поэтому она лижет этот забор. Что касается солнечных зайчиков, честно говоря, в своей практике я ни разу не встречала животное, которое бы именно так проявляло заболевание, можно было бы подумать о том, что это какая-то неврологическая картина, но если он делает это целенаправленно, у него нет никаких судорог, странных движений, изменения глаз, изменения зрачков, то, скорее всего, это тоже проблема поведенческая. Этот солнечный зайчик бегает, прыгает, ему это интересно, у него как бы этот солнечный зайчик ведёт себя как жертва, грубо говоря, и ваша собака с ней играет. Это джекрасы, в принципе, очень активные собаки, и им очень легко создать условия, когда им скучно, и они, естественно, будут искать себе развлечения сами, так же, как и дети. Поэтому я думаю, что есть возможность начать с обследований, но ваш конечный специалист будет как раз-таки зоопсихолог и коррекция поведения животного со специалиста. Отвечая на второй вопрос, по поводу солнечных зайчиков, конечно, он играет, ему это нравится, это форма игры такая для него, в этом ничего страшного нет. В формате вылизывания он может выражать таким образом стресс, это может быть нервные какие-то моменты, то есть он может нервничать, как он или по поводу, либо это также может быть в формате игры, просто ему нравится, и поэтому он вылизывает. Мы посмотрели два запроса, во втором был вопрос о том, почему джекрасов, выходя на улицу, облизывает заборы, возможно, ему не хватает каких-то витаминов или микроэлементов? Здесь, на самом деле, да, я бы для начала все-таки порекомендовала обратиться к ветеринару, это связано с тем, что вероятнее всего вылизывание забора носит именно тот характер, когда не хватает каких-то элементов. Даже, наверное, знаете, к ветеринару-эндокринологу я бы посоветовала обратиться. Что касается солнечных зайчиков, то здесь возможно также обращение, может быть, к ветеринарному неврологу, для исключения каких-то отклонений в работе нервной системы. Я просто думала, что это игра. Наша собака тоже так активно реагирует на солнечных зайчиков, она за ними бегает, она лает, возмущается. Мы не исключаем этот момент, что это может быть в плане игры, да, но в то же время для профилактики каких-то отклонений, потому что ряд заболеваний, он всё-таки может характеризоваться именно изменениями в поведении. Да, может быть, просто ему это нравится, мы даже это не исключаем. Не исключаем, что возможно. Конечно. Это просто игра. У меня есть запрос, почему маленькие собаки гоняются за большими собаками, что они не понимают свой маленький размер. Давайте посмотрим видео на эту тему. Пойдем. Это скоро. Посмотрели видео, наша Боня гоняет собаку, которая в два или в три раза больше её, причём она, наверное, считает, что она сильнее. Почему так происходит? Это зависит от характера животного? Ну, во-первых, это зависит от характера животного, это зависит от степени его социализации, и у собак, у маленьких особенно, такое бывает. То есть они осознают свои размеры, но в то же время у них хотят заказаться больше. Есть собаки, может быть, видели, в интернете очень часто гуляют видео о том, что собака, маленькая какая-то порода, она может писать, стоя на передних лапах. То есть это вот... Как будто бы она большая, да? Да, как будто бы она большая, чтобы оставить свои метки как можно выше. То есть здесь, возможно, то же самое. У них есть вот эта вот претензия на то, что я всё-таки главнее тебя. Или я грозная. Да, я грозная. Хочешь показать? Может быть, это ещё расцениваться как элемент игры, если дополнительно агрессия не проявляется во время вот этих вот гонок, да? То есть это может расцениваться ещё как элемент игры. Ну, не зря же в басне, да, сказано. Вот Моська, вы знаете, она сильно раз лает на слона, да? Потому что она себя такой чувствует. Агрессивной. А знаете, у меня, когда была собака, мы очень часто сталкивались с тем, что он просто видел большую собаку, прятался за мои ноги и начинаем лаять. То есть здесь он, скорее всего, говорил то, что я на тебя полаю, но у меня есть хозяйка. Да, защита, которая с тобой разберётся, если что. То есть у маленьких собак, да, такое бывает. Хочу рассказать о преимуществах проживания домашнего питомца в семье, особенно если это собака. Мы должны вставать с утра и гулять с ней. То есть мы бываем на свежем воздухе. Хотим мы этого или нет, вынуждены погулять с собачкой. Это очень хорошо, да, для нашего здоровья в пешей прогулке. Опять же, ответственность. Мы следим за здоровьем, воспитанием нашего питомца. Ещё какой плюс. Мы общаемся с такими же любителями домашних животных. Существуют некие сообщества, когда мы выходим с Боней погулять, мы встречаемся с такими же очаровательными хозяевами домашних питомцев, которые очень рады пообщаться, поделиться опытом или просто понаслаждаться общением с животными. Некоторые выходят с игрушками, и мы тоже включаемся в разные игры. Да, Бонечка? Да, я тоже, когда у нас была собака, мы тоже знали всех собачников на районе. То есть у нас там собиралось человек 10, собаки играли. Вот, мы все общались. Ну и поднимались достаточно интересные темы. Это не только с животными связаны какие-то истории из жизни. То есть мы понимали, у кого что происходит. Это очень классная коммуникация именно с людьми. То есть ты улучшаешь свои коммуникативные навыки. Ты общаешься, да? Особенно, я думаю, тем людям хорошо завести домашнего питомца, кто одинок. И когда вы заводите собаку либо кошку, вы уже понимаете, что вы не одиноки, что есть кто-то, о ком вы заботитесь, кто вас любит, всегда ласково встречает на пороге, ждёт общения с вами. Ну опять-таки, возвращаясь к вопросу о зоотерапии. Да, это здорово, но человек должен понимать и очень ответственно относиться к выбору питомца. То есть мы должны понимать, что если мы берём хаски, это должны быть длительные выгулы, да, то есть это активная собака, плюс это дополнительный уход, нужен грумерский. То же самое, что и касается каких-то длинношёрстных пород собак, да. Многие заводят маленькую собаку и думают, ай, ладно, походят на пелёнку. Да, я понимаю, что это связано в общем и целом с занятостью человека. С экономией времени. Да, с экономией времени, но всё равно это собака и ей нужно общение. Общение, да, потому что навыки социализации, они отрабатываются не только у нас, они отрабатываются также у животных. А правда ли, что люди заводят домашних животных, похожих на себя, в частности собак? Как вы думаете? А вы знаете, я, наверное, с этим соглашусь, потому что если смотреть на моих питомцев, да, которые у меня были в моей жизни, да, они выбирали владельцами именно того человека, который больше всего похож на него. Допустим, Би, мой пёс, да, с которым я выросла, у него владелец был папа. Они по характеру очень похожи. Что касается моей кошки, которую я завела уже здесь, в Краснодаре, она, это, наверное, больше похоже на мою бабушку, потому что у неё, я не скажу, что был какой-то сварливый характер, нет, но она очень требовательная была в том, чтобы я приходила вовремя домой, потому что меня отчитывали, и когда я даже задерживалась на 13-20 минут, как так у меня кошка неглаженная, нелюбленная дома одна. Я с вами согласна, это же заметил датский карикутурист Битструп, который нарисовал собак, похожих на своих хозяев. А также я могу сказать, что наша собака, вот эта собака, хозяйка, моя дочка, высокая, струйная, такая же и собачка, она худенькая, такая же смышлённая, и они очень похожи своим поведением, своим желанием быть добрыми, нежными, ласковыми, поэтому тут и характер, и внешность, всё повторяется. Ну да, тут я с вами полностью согласна. На этом мы завершаем нашу встречу. Спасибо всем, кто смотрел наше видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить наше видео. С вами была я, психолог Эльвира Емельянчикова, системный семейный терапевт, гипнолог, также собачка Боня и наш сегодняшний гость. Чепланова Нина Сергеевна, зовут психолог, специалист по коррекции поведения домашних животных. Спасибо большое, до новых встреч, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok